различия психики у нас есть три аспекта душа имеет три аспекта которые дают ей жизнь вернее это три аспекта сознания души из этого наша жизнь соткана первый аспект называется вечность мы все стремимся к вечности одинаково все люди хотят жить все люди хотят стабильности мужчин и женщин не имеет значения второй аспект счастье любовь аспект любви одинаково ли этот аспект в сердце существует мужчины и женщины вот как в этом вопросе у меня к вам серьезный вопрос вот одинаково ли относится мужчина к любви и женщина к любви нет правильно по-разному а кто является объектом любви и кто является тот кто добивается и и правильно объект любви женщина почему чем причина мужчина должны рожать значит тоже да мужчина должны добиваться чего мужчина распространение заинтересован в распространении семени то есть это обезьяна мужчина это обезьяна которая цель жизни это распространить семя то есть это обезьяна то есть мы обезьяны все и цель нашей жизни это распространить семя вот сейчас моя цель распространить на вас свое семя. У меня нет другой цели. Я тоже мужчина, я считаю. Видите, какая тупость сейчас у нас сидит. Из-за культуры, в которой мы живем. Мы из чего? Из мужчины мы что сделали? Настоящую обезьяну. Настоящую обезьяну. Вот да, это так. Вот смотрите, допустим, если сейчас в общество лозунг крикнуть, кто настоящий мужчина? Настоящий мужчина. Сразу большинство людей подумают, ага, настоящий мужчина. Но я могу несколько раз подряд. Большинство людей так считают. Ты мужик или не мужик? Но означает вот это. Больше ничего. Но это не потому, что так всегда было, а потому, что мы сейчас создали такую культуру. Мы в такой культуре живем, что мужчина считает, что вот это и есть самое главное, в чем заключается мужчина. Но интересно знать, что вот это вот самое главное, в чем заключается мужчина, он получает уже в 15 лет, когда вот это все самое главное уже выросло, а мозгов при этом нет. И интересно также знать, что именно в этом возрасте, в 15 лет, он семью создать не сможет. Почему? Не потому, что что-то не выросло. У него все классно работает, и он мужчина в этом плане самый крутой. Вот. Проблема есть другая. Он не сможет жить с женщиной. Он не сможет терпеть ее эмоции, не может зарабатывать ей деньги, не сможет даже вот терпеть эту ситуацию, что она женщина, он мужчина, означает, что она его будет мучить. А он должен с этим смириться. Но даже не в этом проблема. Проблема заключается в том, что он берет одну замуж, одну жену всего. Она, оказывается, сильно любит свою маму и папу. Женщины очень к родственникам привязаны. И, оказывается, приходится брать еще в отношении еще ее и родственников, которые как бы не планировал брать. Но даже это не самое главное. Самое главное заключается в том, что из нее разные люди вылазят. Которые тоже семьей становятся и непонятно, как себя ведут потом. И с ним тоже приходится отношения строить, и знаю как. Когда молодой парень 15 лет это все увидит, он подумает, о, не хочу. И убегает. Потом, когда он, вдруг, если так получится в его жизни, что он станет все-таки мужчиной, не означает распространитель семени, не означает. а означает человеком серьезным, глубоким, ответственным, который старается о семени не думать вообще, а думать о жизни вообще, о жизни. Потому что... Что такое, в моем понимании, жизнь? А? А? Хорошо. Хорошо. Как скажете? Жизнь, в моем понимании, это секс. И вот знаете, вот жизни чего-то мало, потому что секса в жизни всего 5 минут в день, ну там 10, может быть, у кого-то 30, допустим, максимум 30, а в дне 24 часа. И что делать эти 24 часа, не знаю. Жизнь кончается. Вот сексом позанимался полчаса, ну такое, крутой, допустим. Вот. А? Думать об этом, да? Думаю об этом. Думаю о попе каждый день, каждый час, каждую секунду. Потом, когда сила появилась, опять секс. Потом опять думаю. Потом опять секс. Потом опять думаю об этом. И потом думаю, а нафига мне вот эта вот вообще думалка? Вообще, нафига она мне нужна? Потому что секс без нее лучше получается. Потому что, когда эта думалка работает, тебе приходится думать об этой женщине. А так вообще, вот если ее отрезать, можно просто то с одной, то со второй, то с третьей. А здесь ничего не возникает. Вот, допустим, обезьянки на деревьях. С одной позанимался, со второй позанимался, и все нормально. А думалка мешает, понимаете? Вот в этом проблема. Вот в этом проблема. Думалка мешает мне нормально жить. Означает здесь секс, там секс, там здесь секс, и так далее. Я говорю про жизнь. Про жизнь я говорю. Если мы ставим какое-то понятие жизни, мы это понятие развиваем. Если мы говорим о понятии, значит мы ставим цель в это понятие, вкладываем какую-то силу. И понятие дает результат. Мы решаем, что такова жизнь. Мы решаем, что такова жизнь. Значит и результат будет точно такой же. Браво, браво, Олег Геннадьевич! Что-то никто браво не говорит. Артисты, ну ладно, хорошо. Итак, мои хорошие, мы с вами запутались конкретно просто, конкретно. Вот то, что мы сейчас слышали, это ведь философия-то не на уровне бурлаков на Волге. Это философия на уровне психологов происходит. Мне ведь концепции-то психологические сейчас излагают, а не концепции людей, которые сидят и бухают. В этом заключается проблема тяжелейшая нашей судьбы. Вы понимаете, наше сознание сместилось отсюда, вот сюда. Как бы вот наше понимание жизни, наше вот это вот, допустим, не рассматривается вообще. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Это вообще не рассматривается, потому что вот эта концепция, о которой мы сейчас говорили, и вот это, они прямо противоположные, понимаете? Там, где есть вот эта идея, что секс как бы и все, там нет идеи верности, нет любви, понимаете? Потому что эта идея, она разрушает даже концепцию семьи. Вот эта идея, секс, основа жизни, означает, семья мешает. Потому что в сексе, потому что в семье невозможно сексом наслаждаться в полной степени. Невозможно. Надоедает близкий человек. Ну сколько лет ты можешь с ним вот так вот классно сексом заниматься? Надоедает. Это означает, что нужен кто-то другой, понимаете? И об этом тоже психологи говорят современные. Они говорят о необходимости гулять от близкого человека из-за того, что секс главное, а ты не реализуешь себя, и поэтому у тебя там здоровья нет. Смотрите, интересная концепция. Если ты себя в сексе не реализовал, у тебя там болезни накапливаются, значит, нужен кто-то другой, нужны другие партнеры, чтобы быть здоровым. И так далее. Если вы хотите, чтобы я так тему развивал, тогда мне здесь делать нечего. Потому что я так не считаю. Я так не считаю. У меня другое понимание вещей. И если вы мне сказали, давайте поближе к жизни, тогда я хочу сейчас прочитать лекцию поближе к жизни. Хочу. Дайте мне эту, пожалуйста, возможность, и не выкрикивайте. Потому что я сейчас буду читать поближе к жизни. Будет очень практичная и правильная беседа. Вот то, что вы сейчас говорите, это не поближе к жизни. Это поближе к обезьянам. А мы люди, понимаете, и у нас другая жизнь. Нам хочется честности, чистоты. Нам хочется верности. Нам хочется глубины. И хочется стать таким человеком, который бы смог победить это половое гнусное желание. Которое только портит наше понимание, что я человек. Потому что люди, когда на основании этого полового желания строят свою личную жизнь, они перестают быть любви. Понимаете? Перестают быть людьми. Это половое желание, это всего лишь определенная небольшая часть семейной жизни, которая не является главной, не является главной. Попытайтесь это понять. Если это непонятно будет, вся семейная жизнь будет разрушена. Потому что каждому человеку половое счастье в жизни суждено лишь немного. Обязательно в каждой семье это закончится в какой-то степени и не будет такого глубокого чувства, как раньше. И зачем тогда с этим человеком жить? А посмотрите, сколько семей уже разрушены из-за того, что люди именно так и считают. Если мне с ним уже, я не могу вот так быть счастливым в этом вот вопросе, зачем тогда мне с ним жить? Он бросает жену, детей. Они все мучаются и страдают просто потому он не может объяснить им, детям, почему он бросил их мать. Потому что палочка и колбочка перестают тереться, как он хочет. Но это же бред, это бред. И неужели мы ради этого бреда живем здесь, на этой земле? И неужели мы ради этого бреда живем здесь, на этой земле?